Здравствуйте, коллеги! Спасибо организаторам за приглашение на столь замечательную конференцию. Я рад, что данная конференция собрала представителей как биомедицинской сферы, так и биологической. И вот этот коннект между представителями и прикладных разработок, и в области здорового хранения, и фундаментальных исследований, я считаю, что наиболее ценный. И следует это исключительно одобрить и похвалить организаторов. Вот, значит, моя работа, так сказать, имеет две части. Первая часть я вам расскажу про такую, значит, достаточно интересную в биологии старения тему, как NAD+, потому что она как интегрирует в себя очень разные аспекты, так называемые hallmarks, soft agent, и вот это все разные компоненты старения, как бы некого такого комплексного биологического процесса. И также я расскажу про опыт при нашей разработке в нашем институте системы автоматизированного извлечения знаний из научных публикаций. Эта система, она находится все еще в этапе разработки, поэтому я вам расскажу самые, так сказать, последние результаты. То есть она недавно разработана и пробирована именно на данном примере. Соответственно, расскажу, как бы зачем все это надо и какие преимущества дает использование такой систем в рамках как фундаментальных исследований старения, так и в рамках работы биомедиков для, скажем так, каких-то прикладных поисков своих каких-то интересных моментов, в том числе биомаркеров старения, например. Следующий слайд. Я переключать могу, да? Значит, да, значит, тут у нас содержание доклада, да, вот это вот, значит, биология NAD+, связь NAD+, со старением использования этой системы. На самом деле про NAD+, это, по-моему, скажут, что это заболевическое вещество, о каких метаболических путях оно участвует, но в данном случае нас интересуют несколько простых вопросов прикладных, допустим, как вам известно, что NAD+, снижается старением. И мы не знаем, является ли это биомаркером старения, неким сопутствующим, скажем так, заменением, либо это как бы завязано на какие-то фундаментальные механизмы старения. То есть вопрос начинается со следующего. В каком возрасте начинается активная изменение NAD+, равномерное изменение от возраста или происходит некоторое резкое усиление негативных процессов, связанное порождающиеся уменьшением NAD+. В чем причина этого уменьшения? В каком мере можно переносить результаты эти фундаментальные исследования на лабораторах животных, в частности по стимулированию уровня NAD+, на людей. В этом же есть вопрос с так называемыми прекурсорами NAD+, то есть известна масса компаний и людей, которые продвигают так называемые вещества, которые являются биохимическими предшественниками NAD+, это никотинамид мононуклеотид и никотинамид рибоза, например. И как бы утверждается, что они являются полезными, в ряде случаев не ведутся, продолжается их исследование. И хотелось бы узнать, насколько это все обосновано каким-то ментальным биологическим знанием касательно метаболизма NAD+, и касательно механизма старения. Значит, тут коротко я просто пробегусь по таким схемам небольшим. Во-первых, я понимаю, что, во-первых, плохо видно, во-вторых, возможно, вас не столь интересуют столь детальные биохимические пути, с которых все это… Да, значит, смотрите, у нас есть NAD+, он является достаточно важным элементом… Сейчас я переключу сразу на другой слайд, чтобы это… Ну, смотрите-ка. Так, 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 удержит у нас… Нет у нас такого, да? Да, видимо, не ставили слайд последний. Хорошо, значит, смотрите, вот у нас есть вот эта картинка, вот красный обозначенный NAD+, и его организм получает из внешних источников, в частности, поглощая ряд веществ, в частности, никотиновую кислоту, никотинамино-ребоз, никотинами… значит, NMN и так далее. И с путем биохимических преобразований организм поддерживает определенное количество этого вещества, которое в дальнейшем используется для разных полезных биологических процессов. В частности, есть такие белки PARP, которые участвуют в ответе клетки на повреждение ДНК, и также есть очень интересные белки Сиртуины, которые участвуют, в частности, в регуляции разных метаболических путей, в частности, связанных с энергетическим метаболизмом, и эти белки являются надзависимыми, то есть их активность определяется количеством этого надплюса в клетке. Причем, надо сказать, что есть достаточно при измерении надплюса, часто, скажем так, обычно на этом не останавливаются, но на самом деле существуют разные концентрации надплюса в внутриклеточном пространстве, в митохондрии, в ядре и во внеклеточной среде. И на самом деле существуют достаточно хитрые, уже достаточно изученные работы 2012 года, видите, уже 10 лет прошло, и уже тогда знали, что надплюс может преобразовываться, скажем так, в разные формы свои, вот эти, на МН, с помощью разных белков. Я не буду детально останавливаться на этих процессах, в принципе, все схемы известны, можно будет посмотреть презентацию. Важно, что есть некоторые достаточно сложные, скажем, оборот, и клетка, и по большому счету, вещество может поступать в организм, то есть, в принципе, с пищей, типа рекурсов надплюс, они поступают. Вопрос, если у нас организм может этот надплюс, всегда синтезировать, и пополнить запасы, да, мы знаем, что он транспортируется в разные клеточные компартменты, то в чем же тогда проблема, почему он уменьшается? Ну, обычно принято считать, что, вот смотрите на картинку справа, не знаю, видно вам или нет, что старение, происходит ряд процессов, патологические, в частности, повреждения ДНК, воспаление саркадного ритма, которые само по себе приводят к активации, необходимости активации этих белков, в частности, PARP и CD38, которые расходуют этот самый надплюс и, соответственно, перекашивают систему метаболизма и дальше идет возраст зависимых от патологических процессов. Тогда вопрос, во-первых, непонятно, почему это происходит именно в определенном возрасте, допустим, после 40 лет, начинают аксируются наиболее такие патологические процессы старения, вот, и вопрос, почему, если мы, допустим, потребляем прекурсор надплюса, да, можно ли мы, допустим, эту ситуацию изменить, да, то есть, допустим, его будет много, пускай у нас будет система процессов старения не идут, пускай у нас, кстати, необходимо активация того же PARP для починки ДНК, и он расходует больше надплюса, но мы же можем его получить извне, а почему тогда, как бы, нет примеров того, что, значит, на самом деле, вот эти испытания прекурсоров, они не показывают какого-то прямо существенного, насколько я знаю, значит, решения проблемы, например, каких-то изменений, возрастных изменений, связанных с поломкой ДНК, то есть, это все достаточно слабый эффект, и если бы действительно в этом было такое существенное биологическое значение, то мы бы видели какие-то существенные результаты, так как, в принципе, этого нет. И, на мой взгляд, исходя из моей понимания парадигмы старения, ситуация, она была, значит, несколько обратная, то есть, как бы, у нас есть вот отличная работа 2019 года, я вам всем люблю показывать, обратите картинку слева, это работа 2019 года по измерению надплюсов в клетках и надфашем, по оси Х у нас над, над, а по оси У у нас надфаш, и что очень интересно, а вот точечки, это люди разных возрастов, то есть, концентрация каждого из компонентов в том или ином возрасте. Ну, если я вам, как бы, плохо видно, я вам скажу, поверьте на слово, что вот циферка 1 синий обозначена некий интервал изменения двух параметров, видите, этих веществ, концентраций, причем весь интервал, он, как бы, является существующим, то есть, разные люди попадают в разные точки этого интервала, то есть, весь интервал, как бы, является нормальным, потому что он соответствует более молодому возрасту. То есть, в клетке идут ряд процессов, и он меняет свое состояние, допустим, например, анаболическое или кодоболическое, или какие-то еще другие варианты ее состояния, которые характеризуются разными значениями надфаш и надплюс, причем они, видите, обратно линейно зависимы, то есть, когда одно больше, другое меньше. Это, на самом деле, очень интересный результат, потому что, как бы, обычно биохимия рассматривает отдельные метаболические пути отдельно, а на самом деле они достаточно все переплетены, и это, как бы, такой единый большой механизм, который достаточно детерминистичен, то есть, у соноклеток очень четко поддерживается отношение между этими двумя компонентами. Они связаны механистично, условно говоря. И что мы видим дальше? При достижении некоторого возраста, в данной работе, из-за того, что действует небольшое количество точек, мы не можем точно идентифицировать возраст перехода, но, скорее всего, он около 40 лет. У нас происходит переход на траекторию номер 2. Что такое траектория номер 2? Траектория номер 2 – это когда значение надплюса, оно как бы застряло в минимальном положении, а вариация идет за счет увеличенного значения надфаша. То есть, клетка как бы… Что-то поменяло существенно в наклеточном уровне. Это, кстати говоря, данные по клеткам крови, я не сказал. Это по БМЦ, это наядерные клетки крови для людей. То есть, у нас клетка, получается, попала в ситуацию, когда она выкручивается, условно говоря, из некого негативного сценария, другим способом, путем увеличения надфаша. Надфаш, я вот скажу чуть дальше, он на самом деле вещь такая достаточно специфическая. То есть, он является очень тоже надплюсом важным механизмом внутриклеточной регуляции и связи вот этих разных гидроматических путей между собой. В частности, обратите внимание, он активно используется, получается при активации пентоз-фосфатного пути с одной стороны, с другой стороны, причем активации, значит, перехода, значит, реакции из малат-перуват в, значит, сетозоле. И оба эти, значит, реакции, они пополняют пулу надфаша и приводят, в частности, к синтезу суженных кислот. Это один из аспектов. Кроме того, на самом деле, есть так называемый фрегмент надфаша-косидазы, который начнет активно работать в случае высокого концентрации надфаша и вырабатывать активную форму кислорода. Тогда, и при этом, как мы помним, у нас показано, что активная форма кислорода, вообще активный стресс, является один из базовых механизмов старения, который до этого, до недавнего времени, он связывался непосредственно с активной формой кислорода, образующейся в митохондриях, но все больше работ утверждает, что более важную роль возможно играет производство надфаша-косидазоль и пероксисомах, используя на ферментах Наташи-косидаз, в частности, НОКС-4. И, как мы видим, ситуация может быть не та, которая мы принято считать сейчас, а может быть обратная. Сначала у нас по какой-то причине перекашивается метаболизм, как следствие, получается рост надфаша. Как следствие, у нас активируется ряд патологических процессов. То есть, у нас, например, у нас мало надплюса, то есть, означает, что те же самые парпы не работают, которые, по идее, должны чинить ДНК. И при этом, наряду с этим, возникает еще дополнительный негативный процесс, связанный с высоким уровнем надфаша. И ситуация номер 3, обратите внимание, это траектория, которая, хотя бы для совсем более старшего возраста, людей больше 60 лет, это дальнейшее снижение надплюса и с некоторым уменьшением надфаша. То есть, это, как мы видим, в этих двух переменных старение выглядит, как некий трехстадийный процесс. Первая стадия относительно молодая, то есть, старение, возможно, развивается, но оно как бы не сказывает существенно на гомеостазе. Второй процесс уже патологический, достаточно патологический, он где-то около примерно с 40 до 60 лет. И после 60 лет у нас происходит следующая стадия патокинеза. Вот, это на самом деле очень интересные данные, последние буквально 3-2 года прошло, я их всех показываю, поэтому... И что мы видим, да, получается, что у нас сниженный надплюс, вот как мы видим здесь, он расходуется на СИРТ и на ПАРП. Значит, на СИРТы у нас, СИРТы, они достаточно, очень интересная вещь, особенно СИРТ-3, а это белок, который, ну, легенд, который достаточно часто упоминается в работах по связанным со старением, потому что он связан, в том числе, там, и с, значит, диетами, и с... Вообще непонятно, просто коррелирует со старением его активность, он снижается. Вот, то есть, у нас получается, что те негативные процессы, каким-то образом, то есть, в самом себе перекос метаболизма, активируют ряд негативных процессов и, наоборот, ингибирует, заглашает ряд позитивных процессов на клещенном уровне. Вот, соответственно, это вот последствия изменения уровня надплюсом, какие-то негативные, да, ведь тут некоторые, так называемые, порочные круги, то есть, когда, допустим, снижается СИРТ-1, там, ну, СИРТ-3, СИРТ-3, он усиливает воспаление через активацию, там, у того же пути NFK по B. В свою очередь, это снижает нам белок НАМТ, в свою очередь, еще снижает надплюс. То есть, грубо говоря, возникает такая отрицательная обратная связь, то есть, как бы, если мы зашли в некий вот этот вот цикл, то мы дальше получаем сдержанность только в негативном, скажем так, цикле, и процессы негативные, они усиливаются. То же касается, кстати говоря, парпов, да, которые, по идее, должны отличать на процесс поломки ДНК, но, если ломаются СИРТ-3, уменьшаются, то получается больше активных форм кислорода. Больше активных форм кислорода, получается больше поломки ДНК. Соответственно, это усиливает парп, по идее, его активность, но парп уже потребляет над плюс, и это является еще больше негативным. То есть, понимаете, если, как сказать, одно сломалось, тянет за собой другую поломку, то есть, возникает такая вот, какие-то круги, негативные. А система, почему, то есть, в норме, она должна выруливать из таких ситуаций, но она не выруливает. То есть, произошел что-то, существенный переход, я называю главным метаболическим переходом, он находится в интервале от 37 до 40, там, у людей обычно. Что-то, что вот это начинает, эти круги патогенетические и на клеточном уровне. Вот над плюсом такая хорошая вещь, потому что именно на нем хорошо видно вот эти вот взаимосвязи разных аспектов старения на клеточном уровне. Обсуждается роль биокатерпи по 30, среди 38, для мышей мы это пропустим. Вот, на самом деле, как нам с этим всем разобраться, в чем причина уменьшения над плюса? Сколько у меня времени осталось? 8 минут. Отлично. На самом деле, это достаточно сложная штука, потому что вот если отморять вообще все реакции метаболизма человека, так называемый сайт Reactom взять, или допустим сайт вот этот вот ReconMap, где там вообще все собрано, большую-большую такую карту, если там можно на нее доводиться, там приближать. Да, и вот красненькие мы означены марки, где там, значит, у нас над плюс вообще в нашей биохимии существует. Он там существует во многих местах, вот там порядка там 100, там 200 реакций, там где это есть над плюс, над фаж. Поэтому, чтобы с этим всем разобраться, просто как бы давайте посмотреть и тыкнуть пальцем, сказать, что вот там там реакция, она там допустим перекашивается, то есть возникает состанарный режим, и это меняет всю систему, и дальше мы видим те последствия, которые есть. Это так просто не сделать. То есть необходимо какое-то сложное математическое моделирование. Причем мы должны из всей совокупности большого всей биохимии человека выбрать некоторые основополагающие реакции. То есть мы можем метаболизм в целом, конечно, можем попробовать, но наука еще не дошла, она еле-еле и шерехи коли моделирует на этом уровне. Соответственно, для человека это все гораздо сложнее. И что нам нужно для этого сделать? Как нам найти ответ? Нам нужно сделать математические модели. Чтобы иметь математические модели, нужно сделать литературный обзор для начала, который, исходя со всей совокупности биологические знания, покажет, что является существенным, что является несущественным, какие акторы, какие элементы, метаболиты, белки, гены и так далее, микро-НК, например, они, скажем, релевантны для некой минимальной модели. Чтобы собрать модель, которая опишет вот эту замечательную картинку с тремя стадиями старения. Первая, вторая, третья. Вот. И тут я иду, делается связка с нашей замечательной системой, которая зарабатывается программистом нашего института. Значит, это система, так называемая система text mining. Что такое text mining? Это когда, кстати, вот это про моделирование, давайте скажу, то есть это можно делать модели, но для них нужно, соответственно, для них нужны данные. То есть вы не можете, то есть компьютер за людей не сделает модель. Это всегда некое искусство. Соответственно, для этого, чтобы получить необходимый источник данных, необходимо человеку сесть, понять, проанализировать и сделать атературный обзор. Но, как мы знаем, у нас есть проблема с большим количеством научных статей, там их тысячи выходят каждый год, их вообще миллионы содержатся. Допустим, когда мы, допустим, работали с этой, с NAND+, у нас было там порядка больше тысяч статей. И вручную человек это не может просто прочитать. Необходимая специальная автоматизированная система, которая это поможет делать и в такой форме, в которой человек способен просто, словно говоря, своей головой переварить, обработать и свести в какую-то достаточно простую понятную концепцию, которую дальше моделировать, потом получить научный результат этого моделирования и сравнить с экспериментом. Вот. Значит, хочу сказать, что это наша система, которую мы разрабатывали. Она не единственная. Существуют некие аналоги, в частности, вот N-System это где-то коллеги делают из Новосибирска, группа Иванисенко. Кроме того, значит, есть и, например, там система string, но она как бы более примитивная, это просто с базы данных, значит, генов. Вот. Но мы решили сделать свою систему. Сейчас я о них породко скажу. Значит, наши программисты что сделали? Они как бы есть некую общую схему. У нас есть большое количество статей. Обычно мы используем подмет как источник неких полных текстов, потому что это источник открытых текстов. Из подмены выгружаются полные тексты статей и дальше производится так называемая разметка. Что такое разметка? Это, значит, система, в частности, на основе машинного обучения, она ищет в тексте ключевые слова и их взаимоотношения. Например, белок 1 усиливает белок 2 или там ген такой-то связан с болезнью номер такая-то. То есть, происходит так называемое машинное чтение. То есть, когда не человек смотрит текст, читает, пытается понять, что-то написано на английском языке, а это за него делает машина. Причем, как мы понимаем, сложность состоит в том, что синтактические конструкции могут быть разные, используются разные глаголы, используются разные выражения, слова там как-то в предложении находятся. Поэтому для того, чтобы просто простым алгоритмом это не сделать, приходится использовать сложный алгоритм машинного обучения, которые достаточно сложны настройки, достаточно сложны в оптимизации. Поэтому это такая достаточно тудаемкая работа. Но на выходе, если ее сделать, получим так называемую аналитическую систему. Что это такое? что у нас в базе данных будут собраны вот эти кусочки знаний, то есть из конкретных предложений статьи будут вытернуты, получены некоторые сущности знаний, которые в дальнейшем можно будет ранжировать с точки зрения их достоверности, понятно, что система может ошибаться, какие-то вещи, допустим, неправильно экспортировать. У нас есть отдельная система, которая позволяет, ну как бы блок-система, которая позволяет это дело проверить, убедиться, что у нас как бы оно консистентно, то есть грубо говоря, в разных статьях говорить примерно одно и то же. Если там многие статьи говорят, что такой блок-1 активирует блок-2, скорее всего это не ерунда, а если там как возникает какая-то штука, которая не подтверждается, то есть не пересекается с другими статьями, то, скорее всего, она под сомнением, то есть снижается и рейтинг, получается, что система не с некими рейтингами, то есть каждый выражение имеет некий рейтинг. И в дальнейшем получается система поддержки научных исследований в виде такого интерфейса с графом знаниями, в формуле в виде такого графа знаний, и дальше на нем можно смотреть, исследователям можно работать с этим графом, там как-то выделять элементы, добавлять, сфильтровать с тем, чтобы уже для себя как бы сформировать в своей голове какую-то общую картину. Ну вот загрузка публикации, ну я сейчас не буду останавливаться на технических деталях, там как это происходит, значит, головную, поняли идею, что у нас это все, фактически за вас система читает статью, и она вам, как наблюдающаяся с голубой каемочкой, предоставляет какие-то элементы знаний, которые затем собираются, вот такой красивый граф. Значит, система, ну мы ее пока не назвали, она называется система анализа научных знаний, короче, не помню, как я сформулировал, вот. Важно, что уже существует прототипе системы, туда можно делать запросы, как мы получили примеры, которые сейчас мы рассматриваем. Мы взяли… Алексей Алексеевич, минута. Минута. Мы взяли из Пабмеда 200-700 статей, количество большое, из них только 1600 имеют идентификаторы, мы их обработали, получили граф знаний, сделали по нему запрос. Именно то, что нам интересно, то есть вот есть поисковый запрос, как в гугле, вы можете набрать там надплюс, надфаш, да, вот тут сверху, я не знаю, не видно ничего. Вот, вон там есть строчка запроса. Потом отфильтровать граф и его импортировать, значит, к себе на компьютер, и его можно анализировать даже не в этой системе, а все на компьютере, что я, собственно, и сделал. И получил, вот здесь программа Cintoscape, такой красивый, значит, набор знаний, причем я сделал запрос только по двум ключевым словам, именно всю совокупность, то есть, обратите внимание, тут есть и серты, тут есть и метхрональные дисфункции, тут есть и парпы, вот эти, которые мы обсуждали, да, то есть, это, как бы, система сама, исходя из большого количества статей, мне сказала, что является важным в контексте, значит, старения и надплюса, и надфаша. Вот, и вот, жил, там выделены некоторые инсайты, например, что-то белок C338 вышел, белок DHFR еще тут вышел, ну и все разные серты, там, CIRT1, CIRT3, еще супероксидис мутаза СОТ2, вот, то есть, это, как бы, мне сама система подсказала, что есть такие хорошие белки, а дальше уже человек-то должен анализировать, смотреть, как бы, нужны они ему или не нужны, вот, то есть, это, как бы, просто хороший, значит, конкретный пример, анализ, ну, этот пример, как раз вот то, что я, по надплюсу, да, Вывод, значит, система протестирована в задаче поиска релеванных элементов схемы регуляции над плюс при старении человека, найдено несколько элементов, в ходе ручного анализа титературы, в откроме, сделан запрос, значит, мы написали ряд скриптов, потому что система, она находится на этапе разработки, и не все там еще реализовано, А, например, там не хватает хорошо работающей системы тегирования, то есть, указания, что такой-то там объект является белком, геном, там, в смысле, микро-РНК или процессом, да, все это, система, модули, система разрабатывается, в текущий, значит, да, соответственно, мы там делали подсветку красивую отдельно, и, соответственно, необходимо работать синониму, потому что, на самом деле, если вы обратили внимание, тут есть такая штука, как CIRT3, а есть, допустим, CIRT1, соответственно, по большому счету, это одно и то же, то есть, CIRT3, это как бы совокупность их CIRTов разных, соответственно, ну, то есть, такие аспекты функционирования системы необходимо в дальнейшем разрабатывать, то есть, в целом, я выражаю большую благодарность нашим программистам, которые нам помогли сделать эту систему в начальном виде, вот, и, значит, спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич, сразу видно, что вы человек, который горит своей идеей, который вам очень нравится, и вы о ней можете очень долго и красочно.